В ходе обыска обнаружили списки ложи П-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Коптаря «Политика преисподней». Приграничная с Украиной Гомельская область в Беларуси готова к переводу на военное время, заявил первый заместитель главы белорусского МЧС Александр Худалеев. Это заявление как раз укладывается в рамки того, что вы рассказывали сейчас? Да, совершенно верно. Потому что Белоруссия – это страна, которая является в системе союзного государства, значит, фарпостоп, который сдерживает северо-западное крыло НАТО, непосредственно контактирует с сострадами НАТО Балтии, а значит, имеет непосредственный канал, у меня такой возможность, путь для, так сказать, восстановления территориального контроля с Калининградской областью. Не обязательно через Сувалкинский коридор. Все считают Сувалкинский коридор главным. Нет, это совершенно не обязательно. Можно заступать вдоль побережья, можно заступать напрямую через какую-нибудь эту страну. США дает разрешение на применение оружия, тем более, что оно и применялось. Вот «Хаймарсы» со своими, «Джи ЛМС», в частности, они применяли по территории России. Вот, по Белгороду били 155-мм пушками американскими. Речь идет о дальнобойных ракетах. Идет речь о ракетах-атаках. На ракеты-атаках разрешение не дают. Потому что применение атаков соощряется силами американских военных специалистов, а не украинцами. Это всем известно. Поэтому Беларусь важнейший плацдарм, вернее, важнейшая составная часть союзного государства. Там стоит крупнейшая группировка, которая, с одной стороны, должна сдерживать все северо-западное прибалтийское направление НАТО, с другой стороны, обеспечивает при необходимости восстановление территориального контора с Калининградской областью, проще говоря, дебалката Калининградской области через территории стран-прибалтики. В этих условиях, естественно, в связи с началом вот этой спирали войны, нарастает радикальная угроза войны и, соответственно, переводят в повышенные степени готовности разные регионы поэтапно на территории Беларуси. Начиная с тех, которые наиболее подвержены риску этого конфликта. Потому что, по всей видимости, Гомельская область, это, по-моему, на конкуренции с Украиной, да? Да. Да, потому что втягивание Беларуси в войну может произойти через атаку Украины на Гомельскую область. Заявление Андрея Белоусова. В СУ в мае потеряли более 35 тысяч военных, свыше 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе 4 «Абрамс». В течение мая взяли под контроль 28 населенных пунктов в Харьковской области, освободив в зоне СВО 880 квадратных километров. В Харьковской области ВСУ отступили на 8-9 километров. Была отражена атака на Крымский мост 10-ю ракетами «Атакамс». Все они были сбиты. Вот давайте порассуждаем вот все то, что происходит сейчас на Украине, как раз с прицелом на то, о чем мы сейчас с вами говорили, о том, что фактически неизбежна эскалация. На ваш взгляд, как долго Украина сможет еще держаться, неся такие потери? Вот смотрите, при иллюстрации, вот обратите внимание, взято 880 квадратных километров, потери 35 тысяч человек. Значит, считается, что войсковая часть утратила боеспособность, если она утратила более 50% личного состава. Если 35 тысяч человек убиты или ранены, вот, а я тогда полагаю, что это не только ранены, это чисто убитые, может быть даже, ну хорошо, пусть даже убитых и ранены, то это получается, что фактически выведены из строя, значит, где-то войсковые формирования в эквиваленте 70 тысяч человек. 70 тысяч человек. Что такое 70 тысяч человек? Это две общевойсковых армии. Освобождено 880 квадратных километров. Несопоставимые вещи. То есть речь идет о том, что мы продолжаем стратегию вот, медленного продвижения и уничтожения личного состава и боевой техники противника. То есть, попросту говоря, потери тоже очень большие в технике. Таким образом, вот эти вот данные говорят о том, что наши войска не столько решают задачу продвижения, сколько задача уничтожения живой силы и техники противника. Вот это принципиально. Ну, просто, проще говоря, то, что делали наши предки великие в Курской дуге, выбить технику врага на оборонительных сражениях, мы этим же и продолжаем. Уже враг не может наступать, но мы продолжаем эту же стратегию уничтожения живой силы противника. Это огромные потери для ВСУ. Ну вот, хорошо, берем даже 35 тысяч человек. Если брать за май месяц, то получается 10-я часть примерно общего количества ударной группировки ВСУ, вообще не ударной, а всей группировки ВСУ, находящейся на востоке Украины. 10-я часть за май перемолота. Это очень много. Значит, надо говорить, что стратегия такого рода продолжается. Теперь смотрим, каким составом наши силы действуют. 28 населенных пунктов. Какие-то населенные пункты. Деревеньки небольшие, поселки какие-то такие, да? То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова